МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости стран Центрально-Азиатского региона. В студии с обзором основных событий дня Артём Кендешев и прежде коротко о главном. Ограничение в топливе. Кыргызстан столкнулся с дефицитом высокооктанового бензина, запасы которого в мае не пополнялись. Права за решёткой Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила законопроект об условиях содержания подстражей. На свободу по случаю дня возрождения в Туркменистане подписан указ об амнистии. Дефицит топлива, с которым столкнулся Таджикистан, теперь и в Кыргызстане. В среду на многих заправочных станциях Бишкека появились вывески. Бензин 92-го и 95-го марок отсутствует. Сейчас эти виды топлива остаются только у российского поставщика, но отпускаются они с ограничением. При этом часть завезённых ранее объёмов ушла через Кыргызстан в Таджикистан и Афганистан. В соседних странах его продают дороже. Детали в нашем первом репортаже. Кыргызстан столкнулся с дефицитом бензина. На многих автозаправочных станциях нет высокооктановых марок топлива АИ-92, 95 и 98. Заправиться им можно на АЗС сети «Газпромнефтьазия» и то только по 20 литров на автомобиль. Лимит был введён с конца апреля, когда Россия заявила о запрете экспорта бензина. Для Кыргызстана по результатам правительственных переговоров сделали исключение. Правда, оказалось, что власти страны сказали не всё. Москва разрешила поставлять в Кыргызстан только бензин марки АИ-80. На заправках «Газпрома» есть, а вот как прибудет та партия, мы постараемся и остальных нефтетрейдеров тоже обеспечить. Где-то с 27 по 10 мая высокооктановые вообще строгий запрет ввела. И только после 10-го они начали отгружать. Вот они сейчас подходят уже к партии. Паники не должны быть. А потом это, там идёт очень большой отток в сторону Таджикистана. Вот мы вчера поставили вопрос перед Деоргенешевым правительством, вроде тоже меры принимают. Очень большой отток идёт, там просто вымывание. Отток бензина в Таджикистан вопрос особый. По данным Ассоциации нефтетрейдеров, за последние три месяца потребление топлива в Кыргызстане выросло в 2-2,5 раза. Там признали, что на самом деле это результат реэкспорта в соседние страны, где ГСМ стоит почти в два раза дороже. Лакомый кусок для контрабандистов. В среду один из депутатов парламента заявил, что из Кыргызстана в Таджикистан ежедневно вывозится до 1000 тонн горючего. Правительство поспешило с опровержением. Максимум три машины, то есть 15-20 тонн. По тем переходам границы, которые ещё физически просто не прикрыты в Баткенской области. А в целом контрабандный поток, который был в прошлые годы, он полностью перекрыт. Это видео МВД распространило накануне. Задержанные контрабандисты возили ГСМ из Казахстана и через юг Кыргызстана нелегально отправляли в Таджикистан. Причём под покровительством высокопоставленных лиц. Пусть не в таких объёмах, но партии контрабандного топлива на границе двух стран задерживают постоянно. Сколько проходит мимо таможни, неизвестно. Я думаю, это контролировать очень трудно. И по мере роста стоимости топлива и разницы в цене в Кыргызстане и Таджикистане, именно в Сагдийской области будет расти контрабанда. Таджикистан, конечно, будет в плюсе, но Кыргызстан будет в минусе. Почему? Потому что, например, та же Россия, обвинив Кыргызию в том, что предоставленное вам топливо вы перепродаёте в Таджикистан, они могут отменить пошлины для Кыргызстана. Между тем, пока не ясно, как отреагирует на сложившуюся ситуацию Россия, главный поставщик топлива в Кыргызстан. При прежней власти из-за бизнеса семьи Бакиевых, построенного на реэкспорте ГСМ в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан, Кремль ввёл таможенные пошлины. Теперь уже в Кыргызстане вслед за Россией заговорили о необходимости ввести запрет на вывоз горючего. Меж тем, в Ассоциации нефтетрейдеров уверяют, что ситуация на внутреннем рынке нормализуется. Уже через неделю топлива в стране будет достаточно. Надо просто подождать. Константин Конкин, Виктор Бобров, Кыргызстан, Таджикистан. Власти Туркменистана усиливают контроль за торговыми предприятиями. По поручению президента, работа компании, вне зависимости от формы собственности, будет регулироваться местными органами власти и профильными министерствами. Делается это для повышения качества обслуживания и создания изобилия товаров в стране. По крайней мере, так говорится в официальном сообщении. Документ нацелен на совершенствование работы торговых предприятий в условиях рыночной экономики и повышение качества услуг. Семеро граждан из стран Центральной Азии погибли при пожаре в Москве. В Следственном комитете фамилии погибших пока не называют. Предположительно, жертвами пожара 17 мая стали граждане Таджикистана. Собственные расследования начали и в Федеральной миграционной службе России. Трудовых мигрантов в нежилой ветхий дом поселил работодатель, в отношении которого заведено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Теперь руководству предприятия предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Среди тех, кто сегодня собирают чудом уцелевшие после пожара вещи, жильцов этого дома не найти. Все как один заявляют, мы не местные и здесь только чтобы помочь знакомым. Мы не жили, просто помогаем. Трудовые мигранты на Большом Афанасьевском переулке проживали незаконно. Ветхий дом давно трещит по швам и по документам расселен. 17 мая пламя моментально распространилось по всем этажам. В ходе пожара погибло 7 человек. Личности их пока не установлены. Мы предполагаем, что это граждане Таджикистана, которые приехали в столицу на заработки. Этот дом на Большом Афанасьевском переулке был не жилым, он был выселенным. 9 человек обратились за помощью, в том числе двое детей и беременная женщина-гражданка Кыргызстана. Кто поселил сюда семьи мигрантов, сейчас выясняет следствие. Федеральные миграционные службы тоже начали собственное расследование. Оказалось, работодатель хорошо знаком с сотрудником ФМС. Это организация, которая занимается благоустройством в районе Хамовники. Месяц назад ее сотрудников, граждан из стран Центральной Азии, уже выселили из другого такого же ветхого дома на Остоженке. Тогда завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». И вот сейчас, после этого трагического случая, выясняется, что, оказывается, некоторые люди, которые проживали в доме на Остоженке, они были переселены вот в этот дом, где произошло и несчастье. Федеральная миграционная служба будет отслеживать полностью, выявлять всю цепь причастных людей к этому нарушению. То есть, кто косвенно или напрямую был связан и повинен в том, что это произошло, начиная от самого въезда иностранных граждан. Обращаться за помощью многие из пострадавших боятся, считает председатель Союза таджикистанцев России Абдулла Давлатов. Людям просто некуда идти. Деньги за жилье в Москве они уже заплатили и сейчас вынуждены возвращаться в этот сгоревший дом. Почему уже в здании, которое произошло, произошла такая трагедия, почему до сих пор тут люди проживают? Мы видим, да, на самом деле, выправим, матрасы видим, видим, занавески висят, видим, что там у них еще и цветы на балконе стоят. И они наверняка тут проживают. По данным ФМС, с начала года проведено около 400 рейдов по ветхим домам столицы. Каким результатом приводит такая охота за мигрантами, показал пожар на Большом Афанасьевском. Работодателю, обеспечившему мигрантов таким жильем, на этот раз судебного процесса не избежать. Обвинение предъявлено по статье «Причинение смерти по неосторожности». А сама трагедия уже получила большой резонанс. Светлана Третьякова, Владимир Иванов, Москва. Власти Таджикистана решили облегчить участь тех, кто попал за решетку. Нижняя палата парламента одобрила законопроект о порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Теперь, согласно законопроекту, граждане, находящиеся в следственных изоляторах, получат право на свидание, медицинскую помощь, улучшение санитарных условий. Они смогут обратиться с жалобой к прокурору или в судебные инстанции в случае нарушения их прав. Законопроект запрещает содержать в одной камере несовершеннолетних и взрослых, а лиц, впервые приступивших закон, с рецидивистами. В законопроекте говорится об улучшении условий для беременных женщин и матерей-младенцев. Своё несогласие с некоторыми пунктами законопроекта высказал всего один депутат. Меня смущает пункт, в котором говорится, что письма подозреваемых или обвиняемых будут направлены или нет адресату только после того, как их просмотрит администрация учреждения, где они содержатся. А если в письме содержится жалоба на неправомочные действия администрации, я не думаю, что там позволят вынести ссоры из избы. Подозреваемые и подсудимые должны быть уверены, что их обращение доставят непосредственно по адресу. Мы сделали предложение, но оно не нашло поддержки. Но в общем принятие этого закона – значительный шаг в соблюдении прав человека. И в продолжении темы. Одним сократят срок, других выпустят на свободу. Президент Туркменистана Гурбангул Иберды Мухаммедов подписал указ об амнистии в честь Дня Возрождения. Согласно документу, помилованные будут освобождены от дальнейшего отбывания наказания в тюрьмах и колониях-поселениях. В официальном сообщении говорится, цитирую, «Указ подписан, исходя из принципов милосердия, человеколюбия, справедливости и гуманизма, в целях дальнейшего укрепления единства и сплоченности туркменского общества и каждой семьи. Сколько человек обретут свободу, пока не сообщается». В Таджикистане увеличили пособие по беременности и на детей до полутора лет. Теперь молодые мамы могут получать с места работы около 10 долларов ежемесячно, но пока эта норма в большинстве случаев только на бумаге. На практике молодые мамы и их родственники даже не знают, что имеют право на помощь соцфонда. Фируза полгода назад стала мамой. Коляску для первенца она покупает на деньги, которые ей выплатил ВУЗ. Около 40 долларов – это разовое пособие, которое выделяет государство для молодых матерей. В Сагдейской области Фируза – первая студентка, которая смогла получить деньги от университета. «Мне дали справку из роддома и в ЗАГСе при получении метрики сына. Там сказали, что я имею право на пособие. Это, конечно, звучало несколько странно, но я принесла документы в ВУЗ. И вот, сама не верю, заплатили. Но если заявление принести после шестимесячного возраста ребенка, деньги пропадут». «С нового года размер пособий для рожениц и их детей в Таджикистане увеличился на 20%. Сейчас государство обязывает социальный фонд выплачивать на каждого младенца около 10 долларов в месяц. Студенткам пособия выдают по месту учебы, а домохозяйки могут обращаться в отделение занятости населения». «После рождения ребенка женщины имеют право, пока ребенку не исполнится полтора года, получать пособия и другие виды помощи. В общей сложности более 150 долларов. В этом году такие пособия получили около 17 тысяч женщин. Случаи, когда деньги не доходят до адресата, мы не знаем. Это в компетенции местных органов власти». Но о своих правах на пособия многие женщины не знают. Информировать их об этом должны в родильных домах и отделениях ЗАГСа при получении метрики. Три года назад женщинам давали еще и продукты питания. Сегодня ограничиваются только бесплатной диагностикой. «Лично мне никогда никто не говорил о пособиях. Хотя говорят, что в роддоме тоже дают бесплатные памперсы. Но я ни копейки ниоткуда не получала. Раньше нам, кроме декретных, давали по 12 рублей за каждого ребенка до 12-летнего возраста. Но сегодня всего этого нет. Моя невестка – учительница. Другая тоже работает. Дочка недавно родила. О пособиях слышу впервые». 80% молодых мам либо не знают об этом, либо лишены такой возможности. Судя по отчетам Главного управления социальной защиты населения Сагдийской области, в первом квартале этого года в качестве пособий выдано более 250 тысяч долларов. Но нет четких данных по использованию этих средств. Только за три месяца этого года в области родилось 13 тысяч детей. А это в общей сложности – сотни тысяч долларов на пособия. Хасият Камилова, Эхсон Ибрагимов, Галина Трошина, Худжанд, Таджикистан. На этом наш выпуск завершен. Мы продолжаем следить за развитием событий в странах Центральной Азии. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова